Вот вам один из основных доводов о невиновности человека. И самое интересное, суд первой инстанции признает, что явка с повинной вроде как бы незаконна, но в то же время она законна. Ну что это такое? Четко, ясно, в законе написано, что такое явка с повинной, в каких случаях она принимается. В моих жалобах и в апелляционной, и в касационной подробно написано с буквы закона, что это не явка с повинной, это филкина грамота. Это подгонка, при отсутствии доказательств, подгонка доказательств виновности Челаха. Челах задержан, и от него отбирают явку с повинной. Как так? Вот сейчас в этой же жалобе, которую вы нам написали, которая была уже исправлена, получается вы неисправимы у нас, да? Слышит. Вы уже наказали за нарушение заказской этики, но мы эту жалобу-то уже почитали. Я хочу вот сейчас привести некоторые издержки из нее. Выдержки? Выдержки. Приехали издержками, наверное, в вашем производстве. Ну это вы так считаете. В последние десятилетия в Казахстане выработана устойчивая практика, когда суди, не имея юридических аргументов для продвижения довоза жалоб, но чтобы не выглядеть полными профанами, вообще не дают им оценки в судебных актах. Правильно. То есть вы суди считаете профанами, да? А? Вы суди считаете профанами? Отдельные судьи, которые поступают таким образом, я считаю либо профанами, либо профанами, либо вообще ни ковшенными лицами. Но ссылаясь на галиматию эксперта, судья не находят оснований. И эксперт тоже у вас от галиматия, да? Это я согласен и подвиждаю, что вот эта экспертиза, о которой я говорил сейчас, пожарно-техническая экспертиза, это полнейшая, даже не околонаучная, галиматия полнейшая. Уважаемый суд, на основании высшего изложенного, я считаю, что касационную жалобу адвоката Сарсенова в интересах осужденного человека подлежит оставить, необходимо оставить без удовлетворения, а судебные акты первой и операционной инстанции оставить без изменений. Мы посмотрим, как нас растудит Верховный суд, но мы считаем, что вина Челаха доказана. Такого беспредела и такого вообще никогда не увидела, никогда не сталкивалась, никогда, ну, чтобы вот так вот с такими нарушениями и так вот на своем настаивать, это вообще без цыда и совести, не знаю я.